приветствую вас на моем канале меня зовут Ирина Лямшина и сегодня я буду расписывать вот эту шкатулку и наверное выложу роспись этой шкатулки полностью может быть я отдельно сделаю видео где рисую расписываю вот эту часть верш шкатулки отдельно постараюсь сделать видео наверное сделаю потому что слишком долго это все будет если в одном ролике отдельно будет у меня видео по росписи боковинок вот шкатулку я загрунтовала акриловой краской такая зелененькая со всех сторон будет на ней код в цветах у меня здесь есть эскизы кэта которого я собираюсь сделать поместить в центр шкатулки центр вот этой плоскости и вокруг него будут вот цветочки с ягодками так буду я рисовать темперными красками и сейчас я намечу контуры акварельным карандашом простой карандаш его надо стирать вот и все равно могут остаться следы а акварельный карандаш он размывается водой поэтому если там где-то еще останется какие-то следы то можно будет просто-напросто водичкой подтереть или краской накрасить то есть в этом плане он выводится проще и так наверное я буду так наклонять так вот у нас значит найдем центр мысленно проведем диагонали и определим где же у нас центре и здесь вот наметим кота желтая я взяла потому что можно было конечно темно темно-темно-зеленая например взять его тоже было бы видно но вот я взяла такой вот желтенький у нас он будет мордочка кота вот здесь вот будет такой вокруг него эллипс из цветов еще и конечно планировала еще сделать орнаменты вот здесь вот по бокам не знаю шкатулочка такая не очень большая может быть все листиками будет занято сейчас мы нарисуем ушки так ушки 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 на макушке то есть кот будет сидеть в таких кустах и из ягод и смотрим так чтобы у нас уши находились на одном расстоянии то есть для того чтобы у вас не поплыло лицо или мордочка то есть когда вы рисуете живых существ людей или собак кошек надо чтобы какая-то симметрия все-таки присутствовала чтобы у вас глаза не плыли поэтому вот эти вот линии вот эта линия которую я провела вот так вот она должна параллельно быть краю шкатулки то есть здесь привязываем как в рисунке на листе привязываем все эти вот линии симметрии краям то есть линии должны быть параллельны нашим краям шкатулки сейчас мы находим тут серединку здесь у нас где-то здесь у нас закончится нос а здесь у нас будут глазки у него глазки пониже будут глазки у него будут вот здесь вот глазки здесь у него будет нос здесь у него рот вот я даже не знаю видно ли вам контуры ну ладно так и теперь у нас будут цветы здесь вот мы пустим большие ромашки здесь у меня тоже будут ромашки у нас вот такая большая ромашка здесь ромашка поменьше здесь еще одна ромашка так здесь здесь тоже у нас будет ромашка так подумаем то есть сейчас кое-где надо будет нам маленькие клубнички нарисовать скажем здесь у нас будет клубника уберем посмотрим здесь у нас клубника будет может быть здесь вот сделаем ягодку да наверное у нас тут не выйдет орнамент то есть сам по самому краю так давайте еще здесь нарисуем ромашку ну здесь в принципе тоже можно ягодку нарисовать а здесь у нас будет листик так 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 не знаю тоже будет и одетка клубники нет листика здесь не будет потому что тут они друг за друг вот она будет допустим вторая клубничка будет здесь смотреть можно еще добавить можно еще добавить а здесь вот здесь вот здесь вот дать листик здесь у нас тоже будет листик как-то так как-то так вот когда я рисую вообще вот мысли пропадают так посмотрим на нашу работу так вроде все у нас тут списалась все у нас тут замечательно смотрится вот вот тут у меня тоже будут скорее всего ягода клубники так ну что ж можем приступать к краскам так сначала я собираюсь сделать фон вокруг кота он у меня будет черным и вот если посмотреть на эскиз если посмотреть на эскиз то у нас фон закатом становится сверху от верхнего такого желтого цвета к темно-зеленому то есть у нас такой градиент со светлого к темному и значит сейчас я буду рисовать тень за котом я взяла плоскую кисочку и сейчас смешала черный с зеленым чтобы у меня не был он таким глубоким черным чтобы он был немножко посветлее оттенок вот так так же как то так вот так жаль вот что я не могла в живом времени делать потому что у меня компьютер просто не тянет все эти трансляции То есть если бы я стала вживую делать У меня бы Изображение Было бы намного хуже Но с другой стороны В живом общении Вы пишите что-нибудь И я могу Отвечать на ваши вопросы А так вот я иногда просто Выключаюсь И мне бывает Сложно Говорить, потому что Я уже вся в процессе Но к сожалению Чтобы нормально показывать Нужно мне новый компьютер Купить, а он стоит Ну тысяч пятьдесят наверное стоит Который бы Позволил бы нам Нормальную Трансляцию В режиме реального времени Или как называют Стримы Кому как нравится Называть Вот почему-то Кто рисует Они называют Видео Вкладывают Прямых трансляций Они называют это Трансляцией Например Художники, которые Нанимают Цифровое искусство Называют это Стрим По-английски То есть Сразу Вот я сейчас Беру черный цвет И я просто сейчас Кота своего Закрашу Черным цветом Я оставлю Место для глаз А так он у меня будет Весь такой черный Черный кот Который притаился В кустах С ягодами и цветами И смотрит Оттуда Своим Желто-зеленым взглядом Тут я наверное Оставлю Эту полосочку Которая у меня Обозначает Что у меня тут Нос у него Вот так вот Может еще Вот эти вот Рот Обозначающий Тоже оставлю Вообще-то Конечно Мелковато Я же котовку Взяла Наверное Больше Ничего От этих все Какие-то грехи Можно будет потом Черной краской Поправить Когда я уже Нарисуем глаза Вот Я конечно Еще попробую Обещала В прошлом видео Тут я Не выбрала Еще тему Для Хэнгаута То есть я не выбрала Тему для выступления На собственном канале Ну то есть Вот эту шкатулку Я рисую В подарок Вот А на таких Вещах Экстрим Наверное Там Уже надо Что-то такое Пробированное Рисовать Чтобы Быть полностью Уверенной В себе Как и что Ляжет Конечно На бумаге Это совсем Другое Рисовать Вот такой Вот Черный Черный Кот Так Ну вот Теперь Теперь нам нужно Взять зелененький Зелененький Такой цвет И Выдавить его на палитру Это у нас Кобальт зеленый Светлый Называется Кобальт зеленый Светлый Вот сейчас Я буду его Набирать На край Кисточки То есть У меня тут Черный Остался Еще Я сейчас И буду Так Немножко Тряпочка Была Вот это Я делаю Нашла Кисточку Вытру Ну сейчас Немножко Мне надо Зеленый Довести До нужного Состояния Вот И теперь я набираю На край Кисточки Зелененький Сейчас у нас будет Немножко Такой Зелененький Котик Делаем Сливка Зеленцой Пусть это вас Тоже не пугает Это Такие Отблески Да То есть У меня Вот здесь На эскизе Видно Вот эти Зеленые Такие Вот Мазки Как раз На шерсти Кота Отблески От зелени На его Пушистой Шерсти Ну пока Просто Вот его Поведем Отблески То есть это такой рефлекс от листьев, которые будут вот здесь. Это у меня такой зелененький котик. Делаю я двойной мазок колонковой кисточкой круглой. Она более мягкая, чем синтетика, и поэтому более какие-то интересные линии можно проводить. Так. Такой вот у нас котик должен получиться, который растворяется в листве, то есть светятся глаза у него в темноте. Потому что сейчас постараемся нарисовать вот такой вот. Стал бы вычурненький добавить, все-таки на край кисточки. Так. 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 Так, вот с этой стороны тоже Так, и вот здесь вот еще тоже добавим О, вниз То есть это такая шерстка светящаяся немножко. Так, сейчас я помыла кисточками, но наберу только зеленый цвет на краешек, то есть цвет только на одном краю кисти. Так, сейчас я возьму немножко у нас голубого будет еще. Весь у нас зеленый, там у него еще будет голубая шерсть. Носик. Так. Тут на носу. Так, еще возьмем немножко краски. Все-таки черный возьму на краешек. Так. 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 Подкручивающими движениями наметим ему ротик. Такой вот у нас призрачный кот страшный, но это все исправится. Я надеюсь, со временем его еще так немножко обозначим. Носик. В принципе, и подсохнет, можно еще, например, немножко голубым пройтись на носок. Спасибо. Сокола. Глаз у него тоже вычеркнем. Все очень маленькое такое, эскиз-то у меня покрупнее, немножко. Вот такой вот призрак. Кота. Ну так. Ну и тут немножко вот этот носик покажу. Птичка. Так. Уж самым мрачным этапом мы закончили. И сейчас у нас будет более веселые. Мы сделаем коту глаза. Кота. Я сходила, поменяла воду. Выдавила и кадмий лимонный. Еще раз промою кисточку от черной краски. Кстати, вот сейчас покажу. Темперы с акрилом замечательно сочетаются. Вот я рисовала на мастер-классе такую досочку. Это я когда участвовала в моей конференции, которую проводил первый творческий. Вот. Я ее уже раз сбрызгала. Я буду еще раз ее лакировать, но яхтным лаком я побрызгала. Ну вот замечательно вот все у меня легло. И под лаком никаких проблем тоже нету. То есть вот темпера с акрилом. С фоном акриловым. И вот собственно говоря тоже доска. Тоже акрил, фон и темпера сверху. Здесь замечательно сочетаются. И краска замечательно вложится. Но надо конечно выбирать для фона такой акрил, который не глянцевый. Чтобы он все нормально лег. Без каких-либо проблем. Так. Вот наш желтый. Можно даже немножко туда беленький. У меня есть добавить беленького. И сейчас мы будем такие кошачьи глаза рисовать. нашему черному-черному коту. Ну за что его. Чем замечательный двойной мазок. Тем, что он может делать такие красивые плавные переходы, которые сложно сделать. Мазками. То есть это можно конечно, но трудоемко больше. А тут крутанешь. Вознешь. Двумя красками. На кисточке. И получаются замечательные. То есть зеленые у меня внутри. То есть я буду рисовать такую радужку. Вот. Вот. Еще возьму зелененького. Так. И на втором глазе. Таким образом. Ничего страшного. Так. Уже. Да. Повеселее стал. И такое чувство, что у меня такие крылья тут растут. Так. Примечательно. Теперь я немножко подсохну. Хотя можно в принципе не так, чтобы сильно подсохну. И мы сейчас сделаем еще один мазок. Желтый. Этот же возьмем. И на край возьмем черный. Черный с желтым. Смешиваясь дает такой зеленоватый оттенок. Так что он тут у нас будет замечательно смотреться. В наших желто-зеленых кошачьих глазах. Да. Вот. Я набрала. И теперь черный у меня будет сверху. То есть я буду тень рисовать. Ну я сейчас конечно все это поправлю еще в случае тоненькой кисточки. Так. Да. Теперь я возьму тонкую кисточку номер один. Можно взять номер ноль. ноль. Даже два ноля. Есть такие кисточки. Два ноля. Вообще нумерация кисточек она вообще очень интересная. Есть кисточки. Я встречала кисточку с номером полтора. Но вообще вот эти кисточки они маркируются в зависимости от производителя таким образом, что одна кисточка идет у одного производителя под номером два, а у другого под номером один. То есть вариация в номерах очень-очень-очень большая. То есть мы просто тут подправляем глазки нашему котику. И даже мы их наверное нарисуем, чтобы наша душа успокоилась, чтобы это на самом деле котик и не смотрел нас такими вот непонятными глазами страшными и пустыми. Такой призрак такой получился. Я конечно надо было сразу здесь. Вот и сейчас мы зрачки нарисуем. Пейму. То есть я не довожу до конца, чтобы было видно вот этот вот зеленый ободок. Такие вот рисую. Рисую. Расширенные зрачки слегка. Вот. Вот. Но все равно он похож на летучую мышь. Вот с этими. Пока подсохнет, потом чуть-чуть добавим вибрисов. Рай носом, может быть. Слышим. Лад ramp. Недавно у約ся на нем. Недавно ухю. 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 Понятно. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...